Праздник ночью боевики несколько раз обстреливали из запрещенного Минским соглашением оружия Пески, Опытное, Авдеевку и Марьинку. В одной из горячих точек побывал Алексей Кашпаровский. Марьинка находится практически на линии соприкосновения, поэтому обстрелы здесь не редкость. Стреляли и вчера, а последний большой обстрел был 2 мая. Тут практически в каждой семье есть погибшие или раненые. Это жертвы не прошлой, а нынешней войны. У меня погиб, у меня двоюродный брат, пропал троюродный брат. От этого нет. Никто еще не знает, где он и как. Просто жалко, что такое 21-го век на улице, а у нас такое творится. А эта малышка первые полгода своей жизни провела в подвале. Тогда обстрелы не прекращались ни днем, ни ночью. Было такое, что нас могли пару суток не выпускать из подвала. Бах и бах и бах. Было такое, что пачку мивины на пятерых делили вермишельку. Это пососем и водичкой запьем, и все, потому что ни воды, ни света, нигде ничего не было. Сегодня Марьинку обстреливают реже. Сюда уже возвращаются люди. В магазинах появились продукты, да и жителям регулярно привозят помощь. Пожалуйста, вместе с вами посолим крючкой. Так, мясо, курки, сахар, крупа, рыс, гречка и олея. Эти пакеты собирали в Черкассах всем миром, рассказывает пастор Анатолий Лихавай. Он уверен, жители Донбасса должны знать, что украинцы о них не забыли. Люди в буквальном смысле слова замерзали. В Старогнатовке, насколько я знаю, человек 4 или 5 стариков замерзли, просто потому что из-за обстрела никто не мог к ним подойти. Волонтеров с продуктами в прифронтовой зоне сопровождают военные. Деяки дякают, деяки просто берут мучки и уходят. Бывают такие случаи, когда раздаем хлеб, что люди просто возвращаются и говорят, не, мы от вас ничего не возьмем. Но большинство дякают и берут все. День победы в Марьинке прошел спокойно. Местные жители очень хотят, чтобы так было всегда. Продолжение следует...